Откуда я знаю, что стандартизация электрических шляп, которые заведены на стратегической сфере волосатых звездунов при обмотке железного статора, выдают энергию в 500 мВт, для того чтобы ты мог тело брызгать на 15 квадрате, так как это слишком высоко сказано, и сегодня же было это как-то словно полет системы, ну она как-то связана с нитролицерином, который выдает неоновые шарики, вот, ну и, понимаешь, и вслед за этим следует силиконовая дробь, которую мы вытягиваем, вот, вытягивая эту силиконовую дробь, получаются лупоглазые шары, которые потом взмывают в небо, и мы получаем 3D-картину у себя в башке, да, 3D-картину местности. Это типа дронов называется, но это не совсем дроны, вот, эти ублюдки еще не знают, что в разработке, а они у них даже как бы и называются по-другому, так вот, лупоглазые шары, которые рисуют 3D-систему, 3D-картину у нас в башке, без вставления каких-либо чипов, по внедрению в молокососные железы, самих молокососов, но когда ты выходишь, и ты понимаешь, что земли-то под ногами нету, то есть ты глядишь в прострацию, вот, и сам находишься в какой-то прострации, словно кастратор какой-то, вот, прошу не путать прострацию с кастрацией, потому что, если вы девочка, то у вас нет яиц, ну понятно, понятно, я мальчик, у меня тоже нет влагалища, хотя в армии все говорят, что лучше нет влагалища, чем очко товарища, значит, они, 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 значит, они были не, значит, как-то, они были не правы, ведь мужик не гемофродит, сам долбится, сам родит, так вот, эти ублюдки сейчас начали запускать винтокрылые шины, у которых прорезиненные болты, они думают, что их прорезиненные болты начнут шмалять, вот, и всем тогда придет трындец, так сказать, но они не знают, что трындец может трансформироваться в трындецуху, которая очень быстро может убежать, да, это были мысли визионера, который похож на пионера, но без галстука, да, если бы я имел вот самый советский красный галстук, который я мог повязывать у себя на шее, но никак ни хрена, до сих пор не умею завязывать, ну, этот уголочек, как бумбончики, да, узел, да, то это, вот, если бы он был, то я завязал бы, вот, понимаете, тот узел был секретом, да, потому что ты когда, вот, когда завязываешь пионерский галстук у себя, то кристаллизируются какие-то драмбомбические шарики в нем, понимаешь, и это все закладывается в мозг, и ты начинаешь чувствовать себя пионером, как говорится, с барабаном на шее, вот, и с флагом в руках, хотя на самом деле этого нету, вот, тогда еще, как меня, когда меня в школе посылали в страну пиздюлярий одним только ударом ноги, ну, там был у нас один такой, ну, сухой дрищ, вот, каратист, да, это Маваша, там, Йокатупигеревый, типа, подход с разворотом, вот, это был всего лишь навсего отпечаток космического Найка на, ну, в табло, понимаешь, и оно сразу начинало показывать какие-то нелепые цифры, вот, и при завязанном галстуке пионерском это выглядело очень странно, я так, как бы, ну, да, не хочу говорить я, потому что это был другой агент, это был агент Хапа, который вечно Хапал, вот, а потом вслед за ним приходил дихлофос, и они начинали рисовать на стене замысловатые фигуры, а эти, ну, персонажи, они ведь не понимали, что они там рисуют, вот, но отпечаток отпечаток все-таки дал свои плоды, вот, и теперь космические, трансулегентальные Мандельштамы, они ведь летают, понимаешь, вот, и, как говорится, я до сих как бы, ну, мне казалось, что я до сих пор вижу Эйнштейновские глаза, то есть, вот, они как раз в то время, они начали называться Хаповские Моргала, вот, ну, одни из тех, кто имел отпечаток ботинка, вот, и постоянно, как говорится, его носил с собой, он говорил, что Хаповские Моргала начинают соображать, пора гасить, вот, и как только Хаповские Моргала начинали открывать свои зенки, их тут же гасили, понимаете, но он ведь, как говорил, ты неплохо управляешься, а йо-йо, а йо-йо открывает трансформацию в твоей башке, вот, один раз когда попробовал, то инерция долбанула, вот, как говорится, ну, видишь, как бумеранг, все имеет свое начало и конец, вот, конец у каждого разный, вот, бомбанула так, что мало не показалось, но мы очень поздно сделали выводы, теперь я, вот, как говорится, потерял Хаповские Моргала, нет, то есть, они есть, но они больше не трансформируют информацию, они, как бы, ну, словно кто-то их зашил в ледяной какой-то куб или просто, ну, оградил, что ли, то есть, источник энергии не проходит, да, это как прогрызанное яйцо, которое потом заболокло пленкой, да, и теперь я не знаю, как, что еще сказать, хотелось бы, конечно, вдуть, но вы понимаете, я сейчас, современная технология, ну, манда превратил, нет, да, манда превратилась в мандулу и сделала ноги, а так вот, так вот, я не знаю, почему ретро-трансмагические измерения не дают такой шляпы, вокруг которой крутят много других шляп, и что я могу сказать насчет этих всех, которые вы там, ну, делаем, понимаем, что мы там лепечем и даем джазу в черные дыры, порой я представляю себя какой-то мегаплазмой, где, вот, там, ты просто летишь, да, и черная дыра, ну, такая вот, типа, знаешь, как вот, если объяснить, то они небритая мохнатка, да, это вот такая вот бабища лежит, понимаешь, у нее там дупло раздолбанно, и все такое небритая, да, черная туда, вот, и ты не то что туда, как бы, языком, туда проникаешь вместе с головой, все тело туда, и вот ты влетаешь, а там темно, и непонятные какие-то микроклизмы летают, которые долбят тебя со всех сторон, полагаясь на шляпные точки отсчета, мы не можем знать, какая шляпа нас ждет впереди, это словно вот какая-то туманность Андромеды, я очень много вижу, как бы много соображаю, но не могу это высказать словами, я не понимаю, как 395-я модель 877-й микро стратосферы может долбить, как бы вот заднепроходной трансформатор, потому что ведь эта штука летает, понимаешь, вот я все время думал, как она летает-то, если у нее нет яиц, ну, у нее нет турбоускорителя, она ведь, по идее, это должна парить просто-напросто, она, она летает, и, главное, траектория ее полета, она разнообразная, ну, да, вот такое ощущение, как будто вот грузик на резиночке, вниз, вверх, да, вот как молекулы какие-то, что ли, вот когда мы смотрим расщепление атомов, да, оно же, ну, как бы в кристаллах каких-то, как выглядит там наша внутренняя часть мозговая, а если это брать, как бы, в разрезе, вот как доктора смотрят и думают, ни хера себе, вот это шляпа, ну, если вы же понимаете, что существует другое измерение, а где гарантия, что люди, ну, вот, с какими-то проблемами с головой уже не переместились в другую вселенную, то есть, да, они находятся на этой земле, но они, как бы, уже частью своего мозга находятся в другой вселенной, вот, вот, они продвинулись на одну ступень выше в восприятии, вот, ну, как это называется, не вселенная, а, ну, то, что дальше идет, блядь, забыл, вот, понимаешь, у меня с головой это проблемы, потому я вижу только эти вот пульсары пульсирующие, которые как капельки воды, знаешь, но все это происходит во вселенной, и словно вот такая маленькая капелька от нее, а от нее разбегаются большие-большие кольца такие, знаешь, вот, и я где-то там, среди этих колес, болтаюсь, как, ну, по-русски сказать, как говно в проруби, вот, но там это по-другому называется, там это плавность движения, там такие колечки классные, и проникая, вот, ты одно из кольцов, сначала маленький, а потом, да, да, делаешься больше, и проникаешь в все эти колечки, и испытываешь такое ощущение, которое на земле сравнилось бы с входом члена во влагалище, то есть, приятно, да, приятно, и вот ты вроде как двигаешься, ну, если сравнивать это с жизнью, то ты двигаешься туда-сюда-обратно, и говоришь, о боже, как приятно, а во вселенной ты двигаешься в одном направлении, то есть, можете себе представить, как будто влагалище бесконечно, и ты, а ты такой маленький член, блять, ну, ты двигаешься вперед постоянно, понимаешь, и там нет фрикций, там есть одна большая фрикция, то есть, ты постоянно находишься в состоянии фрикции, вот, но ты не двигаешься туда и обратно, ты двигаешься только туда, вот, ты как одна большая фрикция, потому что кольца постоянно расходятся, расходятся, вот, а капля, она ведь постоянно капает, то есть, с периодичностью какого-то там времени космического она опять добавляет этих колец и фрикции продолжаются фрикционные кольца они двигаются медленно и расплываются расплываются изначально они двигаются быстро потом двигаются все медленней вот но как бы фрикции они не замедляются то есть ты движешься вот в по одной скорости вот она настолько медленно и нежно и плавно и что это получается как вечный кайф потому что вселенная это необъятное и вот двигаешься двигаешься кайфуешь 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 то есть вот но у этого нет предела по сути то есть нет некоторые остановки вот остановки блаженства так называемые останавливаешься в тебе накапливается какая-то энергия вот и ты ну выпускаешь фонтанчики такие знаешь из микро звезды рождаются вот словно кончаешь к как бы выпуская энергию вот ты остановился там и полетели ромашки вот а потом это начинаешь двигаться опять ну принципе ты можешь и не останавливаться но тогда тебя может нахер разорвать это ромашек вот то есть когда бабочки внутри то они ведь тоже требуют выхода хотят расправить крылья и смотать удочки а рыбки то рыбки там какие они сопровождают тебя и кольца крутится и хаповский моргала вокруг смотрят но они не не записывать никакой информации пофиг абсолютно они ну как бы они у них программе заложено что ты свой что вот это вот фрикция она движется по необъятной вселенной как маленький автобус да по прямой они знают что ты свой и тебя там никто не трогает много вот этих вот колец и они растворяются во вселенной уходят далеко далеко и все это приход и все это происходит за пределами черной дыры вот той самой небритой махматки в которую ты попадаешь вместе с головой но не каждому дано ее пройти кто-то проходит а кто-то застревает в ее зарослях там же такая анатомия что вообще анатомия космоса безгранична я лечу до сих пор